Продолжаем разговор. Я тут даже футболку другую одел, создалось впечатление, что это видео записано не сразу вслед за предыдущим. Достал винил, что-то начал выкладывать и понял, что его не так-то и много на самом деле, сколько мне думалось. Поэтому это будет, я думаю, коротенько. Начну с столь ненавистных мне семерок. Как на Dark Xen Black, когда покупал, там последнюю пачку закупил, все они, я так понимаю, имеют отношение к отсутствующим до сих пор у меня релизам этих всех Сиренов, Сиресов и вот всей вот этой вот кодлы там шведской. Это, опять же, не знаю, как произносится, то ли гнипо-халан, то ли гнипо-халан, то ли гнипо-халан, то ли гнипо-халан, то ли что-то поймем. Иглодис камп, предлагаю, что там. Дальше, ва-а, вче непроизносимое название, которое деструктиво, рефлекшенер. Это ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не могу я прочитать. Эктоплазма, сатаник пропаганда. Ну, как я сказал, в принципе, вот эти вот я купил в основном просто из-за того, что творчество вот этой вот всей гоп-стоп-бригады мне как-то так по душе в основном, ну, поэтому добрал. Но это вот, скорее всего, и как раз таки из разряда необязательных покупок. И Даудадагр с очередным непроизносимым скандинавским названием. Вот так вот. По семерочкам все, переходим к пластинкам. Начинаем с норвежцев Enslaved, которых я собираю практически, ну, опять же, не перехожу рамки в плане сбора разноцветных всех всяких разных изданий, но разноформатные, приобретаю с огромным удовольствием. Это релиз, который до этого был сделан только в CD-варианте. Это мимики The Sleeping Guards и Thorn. Что самое смешное, что я их получил себе в свое время абсолютно бесплатно. Там этот лейбл, АВСКИОН, что ли, называется. Вот они, вот этот Enslaved и, по-моему, Emolation, уменник Provenance, что ли, и на CD, и на виниле, они их реально рассылали на халяу. То есть надо было просто найти себе адрес. Ну, я написал, можно ли купить. Они сказали, купить нельзя, потому что мы их отправим так. Единственное, что мы не шипем там, о, блин, опять эти дурацкие слова, не русские, не отправляем за пределы США. Поэтому я там скоренько нашел одноклассницу, которая как раз собиралась в каком-то обозримом будущем ехать сюда. Ей это все прислали. Поэтому, как бы, был я очень удивлен в нашем капиталистическом мире встретить такое отношение. Ну, теперь они это издали отдельно сами, на виниле и на компакте. Компакт, по-моему, у меня уже был. Или не был. Но будет. Был. Далее те же самые Enslaved концертник на Родберн. Вот так и называется. Родберн Live или Live. Кому как удобнее. Это, по-моему, этот лейбл, который называется как-то By North Music. Понимаю, то ли они же, то ли сильно с ними связанные. Которые давяще выпустили викинг Лига Велды в разнообразных вариантов. Черный, белый, второй пресс. Я купил зеленый виним, потому что другого просто не было. То есть хотел черный. Черный до продавара не доехал. То есть ему обхожусь только зеленым. Ну, здесь вот. В общем-то такой вкладыш невеликий. А есть. Он же тоже выпущен в дисковом, обычно в компакт-дисковом исполнении. Еще до меня не дошел. Но я надеюсь, сильно в общем дойдет. От Ци, от Ци и Малейшн с их новым альбомом Atomment. Альбом офигенный. Они вообще все офигенные. Самое главное офигенные это Bobby Quinny. Двойной, двойной вариант. Винил обычный, черный. Вот такая вкладка с прикольной картинкой. У меня пара есть футболок с этими принтами на концерте купленных. Как и сказал, альбом двойной. Смастерен он на 45 оборотов. Вроде как для лучшего звучания и так далее. Честно говоря, я еще даже пока и не слушал. Ну, именно вот отсюда все руки не дойдут. Тут наконец-то Relapse, по-моему, это последний дез, который они не перевыпустили. Последних альбом The Sound of Perseverance. То есть теперь не нужно платить дикие безумные деньги, чтобы купить его на виниле. Благо вроде как Relapse по качеству особо не страдает своих переизданий. У меня обычный черный, если мне кажется, винил. Он там, как всегда, у них сейчас в миллиарде разных исполнений есть. И к нему прилагается вот такой вот вкладыш со всякими разными фотками. Бессмертного Чака Норриса Шульдинера, который вечно жив в наших сердцах. Релиз от украинского или украинского лейбла, который называется, по-моему, Архивист Рекерс, да? А, не вру, извините. Они, по-моему, а, пардон, ошибся. Они выпустили этот Incontation Tribute of the God на CD. Это Season of Misc сделала виниловое издание этого, по-моему, концертного альбома с парой альбома с винил. Винил черненький. Сейчас покажу, что что-то есть. Есть вот такая вот штука на молодых, бараньих, злых товарищей McKinsey & Company. Тоже наблюдал их живьем. Недавячи, как в марте, конечно, дедушки могут. Ну, как там, по сути, дедушка там один. Остальные молодые. Последний альбом, новый, такой неплохой реюнион, американцы от Morta Sculpt, Wounds Deeper Than Time. Сейчас, в общем-то, если кто не в курсе, там почти, наверное, полностью они там все недостающие альбомы будут переизданы на CD и на виниле. Там разными легоми. Там и P-Swin делает, и, по-моему, Surface будет делать Костласс, Андрюплс и Фрекло. Ну, посмотрите, поищите. Есть в сети вся информация. И последним релизом на сегодня будет последний альбом американцев Night Blinger. Это, на мой взгляд, не самое лучшее творение, но все равно товарищи, как по мне, уверенно держат знамя ведущих этих пилипельщиков заунывных, современного нашего Блэк-Металла. Бесит Аркана новым есть, честно, понравилось немножко побольше, чем они, хотя первоначально потребовало какого-то времени, чтобы разлушать, но теперь затягивает мозг-поселение тоже, по-моему, у меня, по-моему, черный винил, да, да, черный. Ну, в общем-то, на этом все. Теперь будет или Айрон Гоунхед, или пачка от Мемента Мори, там, с немножко, с польскими, там, с закупками, которая сейчас лежит на почте, не знаю, завтра заберу. Может быть, ее сначала сделаю, а потом уже, там, серию по Патрику сбацую, ибо там, наверное, видоса 2-3-то всякое надо будет делать. Всем пока!